Здорово, стратегические жевжики. Так, выпала Эфиопия. Очень приятная цивилизация, правда в неё не особо, например, в расползание поиграешь, но если рядом соседей не будет, да даже если будет, то бонус плюс 20%, если у меня меньше городов. Да и Стелла офигительная, здание начальное. То есть, ну, Эфиопия практически... О, ещё и соляной старт, охренеть. Так, давайте глянем, что там у соперников. Вавилон есть, Египет есть. Египет, конечно, если будет в соседях, то будет очень грустненько. Ну, я бы не уходил. Два амбарника прям сразу, плюс во втором радиусе три соли. Вообще не вижу причин. Блин, может, нет, со скаута всё-таки надо начинать в любом случае. Давайте глянем, что у нас... Где мы тут находимся? Ну, приятно, понеслась. За Эфиопию будет приятно поиграть. Блин, тут, конечно, жалко, что довольно близко море в третьем... Ну, в третьем радиусе. Вот если бы оно хотя бы в четвёртом было... Ну, я и не думаю, что надо... Возможно, имело смысл сюда встать, но тогда еды бы не было. Не, нормально встал, ладно. Работаем. Тут вполне надо же смотреть, что там вокруг будет. Ну, старт очень шикарный. Единственное, ну, Петры не будет. Так, и на воде у нас вот этот джили-заджи. Ну, я думаю, что это тут. Ну, тут неправильно, не супер. Я посмотрю, может, там дальше какие-то пески есть. Но на море зато будет. Я не думаю, что имело смысл к океану сюда идти. Потому что тут просто шикарно с двумя амбарниками, с тремя солями. Хотя мы, конечно, посмотрим, что там дальше. Ну, уже и такое тут классное место. В общем, ищем дальше. Самая дебильная руинка, которая открывает, где варварские эти лагеря. Я, может, не хотел знать и жить в неведении. А теперь я боюсь, что они ко мне придут. Помню, сколько лагерей было. Что, один только показали? Вот еще один, да. Еще и далеко довольно, кстати, все. Так, кто-то взял на пустыню. Кто мог появиться в пустыне? А, Египет мог появиться. Кстати. Ну, у меня тут вообще даже, ну, нельзя его тут. Везти сюда город Ради Петра, мне кажется, слабоватое место. 65 золота. 65 золота. Так, ну, теперь пора стеллу ставить. Давайте сюда вниз. Ага, вон у нас Вавилон уже. Где-то недалеко. Ну, тут какие-то луга такие. Ух ты. Здесь у картинок. Вообще, пока вот вокруг столицы не то, чтобы меня радовали места, честно говоря. Я, походу, в центре. Так, конечно, хотя... Нет, давайте, знаете что? Откроем амбар. Я первым делом амбар посылу. То есть я сейчас после стеллы начну, конечно, рабочего делать, но переключусь на амбар. Блин, вообще надо было уже выкупить. Так, Бухарест я встретил первым. И тут у нас есть Кайлас. Правда, я боюсь, что Бухарест его присоединит к себе. И тут какие-то прикольные... А, так тут Вавилон. Вот он как раз с прикольными местами. Ну, просто, чтобы одна монетка капала уже. Плюс мы потом... Так, ну давайте или так пройду пока. Сейчас посмотрим. Ну, у Вавилона тут какие-то шикарные места, я смотрю. Да, ну Кайлас, скорее всего, Бухарест заберет. Да, что-то пока не видать хороших мест мне для следующего города. Но пока... Ну, с другой стороны мы и не спешим, потому что... Я пока так еще рабочего и как только откроем амбар, начнем амбар, собственно, строить. Так, посмотрим на Вавилон. Красивый. Красивый Вавилон, ничего не скажу. Так, но это... И это не Вавилон взял, да? На пустыню Вавилон тоже стоит под Петру, например. В общем, он близко ко мне. Надо было переключить вот здесь. Вот так. Один ход до амбара. Блин, куча... Куча джунглей каких-то. Территория вокруг. Ну, короче, у нас, видимо, Вавилон с краю. Хотя тут и за горами кто-то может быть. Еще хочу просто вот тут открывать территорию пока. И вверх надо сбегать. Пока я не вижу особо, знаете, хороших мест для городов. Как ни странно. Через традицию пойдем. Вот. Еще и Буэнос-Айрес. Кстати. Мешается, возможно. Да, вот теперь майнинг давайте открывать. И меняем на амбар. Святилище. Вот, чтобы приятно играть за Эфиопию, не надо на святилище тратить время постройки, потому что у нас Стелла даст необходимое количество веры для принятия пантеона. Так, ну давайте как-то так, наверное, гляну. Ну, я пантеон на соль возьму. соль, медь и железо. Проведите. 11-3. А если так, все равно 3. Хочу как-то вот к этому, к этой ГГшке пробраться. Угу. Блин. Ну, надо вверх еще идти рассматривать территорию. Что-то какая-то фигня везде. Да, блин. Все еще не встречаю ее. У Буэнос-Айреса, скорее всего, надо будет украсть рабочего. Но, опять же, чуть позже. О. Ирокес где-то где-то вот здесь. Ну, кстати, джунгель, скорее всего, это ирокесские. Вот это все тут наделано. Так, Киев. Слава Украине. Пообещаем защиту Киева. Будет на вас кто-то нападать? Буду вас защищать. О. О, кстати, еще третий амбарник. Сейчас построю амбар. Выкуплю эту клетку и переключу на оленей и пшеницу. Будем офигительно расти. Да, выглядит так, что надо сверху смотреть места. Ну, пока, видите, пока я занимаюсь ростом. Пока мне есть... То есть, я после рабочего лучника сделаю. Пока... Чем хороши амбарные резы, когда их много, что ты можешь практически ничего не делая, довольно нормально развиваться. жалко, что Буэнос-Айрес ничего не хотел с этим лагерем, чтобы я сделал, но держать его швец. Мне кажется, швец взял на пустыню точно. Немножко странное место, конечно, появление для Швеции, но... Естественно, он Кайлас нашел, или он просто сюда город ставит. Ну, в принципе, если у меня все в таких пустынях, то логичный пантеон. Конечно. Сейчас, наверное, скаутом вот так все исследую, а лучником пойду наверх смотреть. Да, видите, он Кайлас или не видел, или уже не хотел к нему лезть, потому что, ну, походу, Бухарест-то это чудо. Так, вот Вадис-Абебу пойдем возвращаться. Ну, не нравится мне... То есть, мне нравится стартовое место моей столицы, а то, что вокруг столицы, мне абсолютно не нравится. вообще не понимаю, куда мне город пока ставить. Да, кстати, хорошая идея, наверное, со Швецией дружить. Правда, у нас пока нету великих людей, но это способность Швеции, там, плюс 10%. Так, давайте, наверное, наверное, на календаре открою. У нас есть тут шелк. Плюс 10% к появлению великих людей за дружбу со Швецией. То есть, Швеция, на самом деле, на этой карте может плюс 50% иметь. Ну, интересно, там, ГГшка. Так, конечно же, надо начинать соли, несомненно. Вот, там турок вообще, смотрите. Причем, я его не встретил, считается, просто, потому что он поставил блин, как-то мы тут плотненько, но я просто надеюсь, что Увелон куда-нибудь туда пойдет город ставить. Что тут вообще, ну, если он сюда бахнет, это будет очень... Это будет просто конкретно понятно, что он против меня ставит, а просто потому что тут место хуже, у него тут явно есть места лучше. Значит, швеция всем дружбу предлагает. Блин, я не посмотрел, но по идее, козыл я должен был первым встретить. даже вернусь, пускай он на лучника обращает внимание, а не на... а не на рабочего. Так, наверное, до пяти вырасту и буду уже делать посело. хотя куда его везти мы так и не нашли до сих пор. Вообще не вижу нормально. вот тут какое-то место, ну, блин. Надо железо, наверное, открыть в следующем. потому что у меня пантеон на это дело. пока стоим. Ну, сеттлера. Ну, тут тундра сплошная будет. Я не думаю, что там будут хорошие места. честно вам скажу. Выглядит как тоже фигня. Типа... Блин, ради красителя какой-то город... Блин, ну, очень... Я кричу, очень не знаю. Столица вообще офигительно. Все, старт, зашибись. зато остальное... Может, там что-то влезет. Да, железо откроем. тут выглядит, что какой-то город... Да, еще и медь, кстати. Вот тут выглядит, что какой-то мы город можем поставить. Судя по всему, мы вот сюда пойдем. Но и все. И тут не выглядит, опять же, что это какое-то очень хорошее место, потому что там тундра. Два ресурса на счастье есть, несомненно. Но тундра и снега к тому же. Да. Что делать? Так, давайте проверим, что тут народ у нас не рашит. Да, все в традиции. Отлично. Не знаю, что, может, какую-то гг-шку забрать, но и гг-шки выглядят плохо. Мне они не нравятся. Не нравится мне. Так, пошли исследовать. Ну, где-то здесь на этой реке придется ставить, но, хотя нет, наверное, где-то в сторону поставлю, надо еще посмотреть. Тоже, чтобы вот амбарники были, и медь с солью как-то захватывать. Блин, плохо. Я бы попробовал, конечно, кого-нибудь типа вообще на Вавилон напасть, но, извините, у Вавилона его уникальные лучники и стены ранние. Говорят о том, что на него только если арбалетами идти. Блин, серьезно? Там три, что ли, проатаковало получается. Черт. Жалко скаута. Хром Артемиды попробовать. То есть, пока в два города поиграть. О! А вот теперь внезапно это место становится неплохим. так, ладно. Вечер перестает быть томным. Копия царя Соломона плюс шесть к производству. Место, конечно, все равно плоховатое, но с копиями царя Соломона это уже точно означает, что надо туда везти. Так, ну, давайте попробуем все-таки храм Артемида, потому что я точно не хочу сейчас... блин, не выбрал. Еще гэгэшка. Кстати, а вот эту... То есть, Вавилон Коломбо нашел, и он и копий царя Соломона, что он видел. так, походу, знаете, что, походу, вот сюда надо ставить, вот на эту клетку тундры. Ну, я не видел, чтобы тут Вавилон вел посело. это железо Коломбо заберет, но остальные клетки мои... Ну, многовато, немножко тундры будет, но, в принципе, город будет не таким плохим, как думалось в начале. Так, ну, надо у Коломбо, очевидно, рабочего будет своровать. Я надеюсь, может, не, варвар не сможет. Сначала гэгэшка ходит, он спрячет рабочего, а потом уже сам этот будет ходить. Игра предлагает здесь, но тогда мы вот до этого железа не дотянемся, и вот это... Ну, то есть, короче, здесь будет меньше нормальных клеток, по моему мнению. Я лучше тут поставлю. Но все равно, ну, то есть, копии царя Соломона делают этот город хотя бы просто нормальным, не совсем, не совсем говно. Здесь очень не хочется ставить, тут тоже практически ничего нету. хотя бы, походу, придется. Несмотря на то, что у нас тут копия царя Соломона, но нам надо, чтобы город рос, поэтому сначала на соль. Так, ну вот, швед, возможно, может организовать религию раньше меня, но мне кажется, все-таки у меня так неплохо количество веры. Еще и медь подфартила. Стоунхенш кто-то построил. Сначала вылечусь, потом пойду с этим лагерем заниматься. Так, семь, шесть, а если на еду переключить? Пять, пять. Еще надо было конечно идти вырубать здесь лес. Это и ускорило бы Артемиду и ну то есть вот что я сейчас обрабатываю лошади, я все равно их не буду, я там житель не будет задействован. Слушайте, пошли тогда в висячие с... Блин, ну там же кто-то явно в Петру скорее всего швед пойдет. А, слушайте, я везде на всем на всем первом нахожусь. И что, все прям пантеоны что ли попринимали? Фига себе. Так, ну у нас играют серьезные ребята. Шесть пантеонов это не часто, ну то есть к 33-му ходу имею в виду. То есть обычно когда-нибудь там набивается, но к 33-му ходу шесть пантеонов выглядит круто. так, ну вот я думаю имеет ли мне смысл идти вот сейчас уже обрабатывать. Наверное, пока нет. Я по железу начал обрабатывать, то есть 33-3 следующем... То есть я пока не буду третьего сетляра или построить. Блин. По-хорошему надо вот тут посмотреть, что. То есть я третий город вижу только если здесь. Надо понять, где его ставить. Пошли, наверное, учникам. Тут надо с лагерем разобраться. Да. Я даже не буду добивать этого копейщика. Он мне там не мешается. Я лучше юниты быстрее вылечу. Наверное, стоит посело строить, мне кажется. Чем быстрее три города поставим, тем лучше. То есть если я храм Артемиды... А я хост. То есть если следующим ходом никто его не построит, то храм Артемиды мой. Так. И на семи жителя с храмом Артемиды вполне посело прикольно будет построить. Отлично. Так. Меня интересует великую библиотеку швед построил. И больше никто ничего. Так. Ну тут надо, наверное, все-таки амбар за три хода доделать. Сейчас как раз копии царя Соломона обрабатываются. Любимый зритель, если тебе нравится видео, то поставь, пожалуйста, лайк и оставь комментарий. Кроме того, где-то либо здесь, либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети. Ну а если ты все еще не подписался на мой канал, то, конечно же, подпишись. можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров жевжиков патрициев, а некоторые видео раньше, чем для других зрителей. Кроме того, появилась функция супер спасибо где-то под видео. Это как донат, только не во время стрима, а только этому видео. Всем спасибо за поддержку. Ставить город в принципе. пошли наверное с лагерем разбираться. Так, швед объявил войну Вавилону. Неужели посила украл? Вавилону. Так, город с Петрой был бы неплохо, но я думаю Петру шведу прям надо было ну тут завязка будет со Швецией, так что я думаю серьезно вот ему прям сюда надо было я думаю что я могу в плане Вавилона расслабиться все пока в традицию все все пока в традицию так ггшки что-нибудь хотят кизил хочет вот надо сходить кстати с этим лагерем разобраться я всем пообещал защиту тут ну не хотела закрываться так амбар есть давайте караван пока надо было библиотеку открыть это вавилон тут ругается на шведа ну пошли наверное постепенно так знаете что я наверное попробую все-таки висячие сады построить я сейчас буду вырубать несколько деревьев я даже наверное на шелк сначала пойду потому что у нас еще два хода до висячих садов о слушайте а тут мрамор так ну в принципе я поведу сюда город я наверное вот сюда его поставлю чтобы как можно ну то есть убрать бесполезную клетку да да наверное да вот сюда пойду сейчас будет возвращаться лучником для защиты так и у нас тут два хода до висячих садов давайте этих сделаю колясочку одну сделаю нельзя ну воевать сейчас неизвестно как там что ну вавилона уникальный юнит так вот колясочку ведь я вовремя делаю не забираю еще ладно стоим так после математики пойду библиотеки открою ну Петру я точно не буду стараться угонять ну блин хотя там с другой стороны швед занялся вавилоном хрен его знает но математику уже кто-то открыл в любом случае так начинаем висячие сады да блин придется отходить что-то варвары стали одолевать сколько эти лучник может убить меня этого я думаю они будут по лучнику работать этого не должны вроде убить я тогда сразу спрячусь так давайте-ка вырубим лес на оленях тогда можно было как-то сразу начинать с оленей религия пришла в наш дом так ну эфиопы естественно правоверные иудеи и это кстати вполне исторически считается одна из легенд считает что ковчег с заветами хранится в эфиопии блин этот лагерь какой-то мощный вот вырубка лесов на оленях вообще ничего не мешает не меняет в выхлопе этих клеток если у вас любой ресурс который вы можете сделать ну короче любой лагерный ресурс на который вы можете построить в лагере находится в лесу на равнине эти плейнс не на grassland а вот плейнс вы можете спокойно вырубать лес это ничего не поменяет в выхлопе клетки не знаю почему так сделано честно говоря так опускай пока нам хватит еды видите четвертого жителя получить главное мрамор выкупить на всякий случай неизвестно где там кто поскачем на помощь вообще все автоматом нормально обрабатывается надо этот лагерь добить давайте петру попробуем я не знаю но я в этом городе блин может у меня ну я наверное ради рынков просто открою так отлично уже кто-то вышел я думаю что это швед вышел в петру кому еще туда нужно блин еще и сверху вон прутся сначала надо с этим разбираться значит постоянно проблемы будут так ну в принципе три города я все-таки поставил по идее тут четвертый либо Буэнос-Айрес захватывать либо сюда ставить либо может вообще Вавилон захватывать раз ему там Швеция я вот теперь начинаю думать что четвертый город это Вавилон в принципе то у меня все зашибись а у Вавилона нет пускай долечится так это сейчас надо сюда встанется иначе это бы сюда встал и разграбил клетку что хватит чтобы за один ход хватает зашибись и висячие сады мои у меня комбо опять висячие сады артемида жалко без петры в этот раз потому что ну в этом городе просто ее невозможно построить а вадви ну то есть уже кто-то строит петра уже кто-то в нее вышел и кто-то ее строит просто даже не будем можно мне молочка спасибо нет не хочу смотреть на шведский на шведский стол хотел сказать на шведскую столицу и заодно показывать свою надо что я беру на пересеченную местность надо как раз на открытую местность брать так гелик кто-то построил гелик тоже крутое чудо но не кто-то из тех мы встретили так наверное все-таки на еду я все чудеса пока построил которые хотел библиотеку давайте здесь пошли наверное пока не буду вырубать лес давайте что-нибудь поддержим так давайте посмотрим что у нас еще возможно может в философию пойти но я тут вот здесь правда не скоро библиотеку сделаю знаете что давайте я тут рабочего сначала так караван не должны разграбить давайте наверное вот эту выкуплю сюда производство пошло ну и плюс это вера так религию пока никто больше не основал тогда буду я буду пророка копить интересно что тут ну он лечил скорее своего скаута скорее всего и он и он где-то здесь иракес явно спасибо большое так так как к этому лагерю пять ходов пять ходов давайте давайте наверное так пойду чтобы тут еще открыть территорию библиотека ну в принципе давайте святилище пока не буду здесь вырубать хотя тут тоже можно спокойно вырубить он тоже на на этом тут сделаю потом пойду только к 2 так тут переключимся на рост что на рост абсолютно те же клетки что ли обрабатывать не может быть такого а у нас минус по счастью фу ты так слушайте надо с кем-то поторговать чем-нибудь у вавилона нифига нет у ирокезов вино отлично лидирую по культуре тут ирокезов и вот с ирокезами можно попробовать этот во у меня ггшка просила ну в принципе далеко ирокезы че и выглядит неплохо город у меня 8 у него 8 так а этим пойдем отсюда к этому лагерю подбираться так ну и вот этого рабочего наверное вадву повели у меня каменоломни только здесь нету смысла спешить с каменной кладкой давайте возможно сейлинг ради караван хотя тут 8 ходов еще до ладно давайте потихоньку ну ладно давайте сейлинг потом философию тут пока мне даже буэнос-айрес рад увидеть ирокезов так деньги коломбо нет у меня денег в козил разобраться киев культура бухарест хочет великого пророка и великого писателя так вот слушай так мы может тогда не философию а в драмовую поэзию сначала заглянуть ну ну давай так так а тут вылечимся в хоррере не понял Вавилон в один город все еще играет нет он все-таки где-то поставил ну вот я говорю что там где-то у него хорошие места явно были так а серебро он когда-нибудь обработает но его почему-то видите зажопил швед и швед решил что хорошая идея с Вавилоном драться я бы на такой на этом этапе игры я бы с Вавилоном я бы к Вавилону не лез короче знаете не охота сейчас тратить это дерево вырубать его давайте может дорогу в Харрер построю пока здесь сначала мы обработаем овец и лошадей особенно овец чтобы еда какая-то была так сначала цирк потом возможно караван буду атаковать это прокачка ух ты вавилон со швецией мир заключили таки эти тут аж два города государства писателя хотят поэтому я иду в драму и поэзию так встретили турка до трех жителей а два выросло приятненько пока счастье будет здесь после цирка караван после драмы и поэзии наверное все-таки каменную кладку откроем чтобы этот мрамор обрабатывать поскакали проверим чтобы тут не было никаких лагерей вообще зашибись у меня тут в чем четыре культурных смотрите четыре культурных очень рады тому какой я молодец и дружит со мной давайте еще колясочек поднастроим так вот фига он тут стоит объясните мне второй ход он лидер по армии вы хотите сказать что он нападать на меня будет на а2 так ну поскакали сюда видимо тогда не знаю не пошел пошел куда-то он скаутом а у него у него на автомате походу он ходит в конце хода я понял на автомате значит не должно пугать значит он просто ему пофигу типа что там где исследуется так ну пока мне тут в принципе все нравится хотя места все еще не очень но уже хоть какой-то план есть не знаю тут надо как-то патрулировать просто кого я еще не встретил египет я думаю египет где-то тут должен быть скорее всего зайду в козел посмотрю что там религию не он пагода я мечети наверное возьму это это швед принял турак 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 а че какое-то чудо видим а у него вера от все в традицию играют никто не рискнул в волю в волю давайте открою меткалуков вначале а потом пойду наверно в гражданскую службу меня даже не вавилон беспокоит а чтобы раз два три до четвертого радиуса лошадей смог отхватить себе тучок клетки конечно надо обрабатывать столички так national epic пожалуй чтобы быстрее писатели появились два города государства хотят писателей коломбо хочет религию вполне может получить ее все дальше ничего интересного можно возвращаться есть пророк так не ну здесь мы вот так сделаем укрепляем мечети и наверное защитник веры возьму не хочу реликварий не так много и так много веры богата пропущена была она тут была так а вот тут явно второй город смотри куда прикол вот это прикол от вавилона кстати почему бы мне там город не поставить конечно но это но это ну слушайте но это же невозможно даже просто развивать будет нет о варварцы пошли займемся ребятами просто посмотрю что тут у ирокезов о швеция на один ход позже странно у него вроде дофига пустыни там и дофига таких клеток пустынных тем не менее долго она это все делала что демография говорит ну пока я везде на первом месте ну соляной старт он все-таки извините он соляной старт ну я думаю что все-таки четвертым городом мне нужен вавилон это вот вот этот вот город пока значит что мне надо в метко не в метко луки выйти в арбур идти варь сколько там ходов до писателей 5 я думаю четыре хода это ускорит штука петра вавилоне вау ну я не думаю что ему прямо это надо было так честно говоря то есть она ему ну дополнительный караван дает и в общем то все так мне вот этот скаут тут мешается вообще-то ну ладно могу так походить ну тут одна лошадь так что конюшню нету смысла найти арену так три хода до библиотеки поэтому надо философию открыть а 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 все тут стоят ждут когда кто-то ударит по лагере чтобы его забрать можно было а я а а а а а а а а так пора вот тут уже заниматься идем сюда вырубать лес как раз под нацколледж. Самая маленькая армия у Вавилона. Самая большая у Турка, но у меня там типа даже меньше тысячи. Офигительный город Анкара. Ну, я не знаю. Если бы через волю человек играл, норм, но через традицию... Традицию, кстати, только я и Рокес закрыли. Да, писатель следующим ходом. Стал союзником Киева и Бухареста. Так, сука, там один ход. Ну, не знаю. Давайте рабочего. Так, тут тоже опнув меткалуки. В меткалука. Дурка Ригалзу даже, конечно, берется сейчас вообще изи. Так, кстати, давайте, наверное, на мечеть. Или на миссионера, блин. Мне бы ворбы, конечно, идти. Я хочу на Вавилон нападать. Каменную мастерскую. И тут сразу начинаю нацколледж. А, блин, один ход. Ну, вот как раз рабочего доделаем. Как раз, кстати, все зашибись получается. Хочу Египет найти. Так, а может с кем-то поторговать можно? Почему у меня плюс 14 счастья? Нифига мне с кем-то. Ну, у меня плюс 14 из-за городов-государств с другой стороны. Ну, вот будет у меня минус по счастью, тогда я поторгуем. Так, беру патронаж, естественно. У нас у нас тут с городами-государствами. Так, все неплохо. Чтобы меньше, медленнее уменьшалось. Храмы построю. Так, нацколледж. Вырубаем. И этим сюда иду вырубать. Открываю гражданскую службу, чтобы вот эти фермы рядом с рекой еду давали. Так, стоим. Еще, конечно, дорогу в Адву провести. Хм, кто-то вышел сюда, кто-то вышел сюда. Блин, а кто в мастерские мог выйти? Вот мастерские меня беспокоят. А, вот Египет. Египет рядом с турком. Окей. Блин, швед постоянно тырит рабочих у городов-государств. Ему вообще не жалко, что... Странно, он же как раз... Ну, как бы, швед должен через города-государства играть. Он надеется, что он... То есть, из-за того, что он столько раз оберевал в войну, у них постоянно минус с ним. Странно. И у него посылание его вот этих великих людей потом не особо поможет. Так, ну, надо будет сейчас попробовать, конечно, чеченицу еще урвать. Хочется еще и за Барабудуром сходить. Не знаю, попробуем все-таки в развитие поиграть. Так, ну, я всех встретил. Парфенон кто-то построил. Так, переключаемся чисто на производство. Все равно пять ходов. Четыре. Отлично. Так, храм. Давайте еще рабочего, может. Вообще не помешают рабочие. Ну, вот этот город, он сейчас со временем в свой потолок упрется просто, понимаете? Он, ну... Хотя тут жителей 14 как минимум может нормально. Но это маловато, с другой стороны. То есть, это в начале игры еще норм. Но потом 14 жителей... У вас города должны быть 25 плюс жителей, если вы через традицию играете. Что-то пока очень все крутое. И это значит, что на меня, возможно, начнут скоро агриться мои соседи. Так, три хода чеченица. Барабудур попробую сейчас в Хоррере тогда строить. Давайте глянем, сколько у кого городов. У Вавилона три. Четыре-два маленькие. У ирокезов три. Семь-семь уже. У этих ничего так. Так, у Египта три. У шесть-девять. Тоже неплохие города. У шведа четыре. И у турка три. Турок укрепил религию. Чё взял? Так, это пантеон. Можно покупать за веру юниты доиндустриальной эпохи. Ну, они вообще недорогие, конечно. С другой стороны. Но выглядит так, что он хочет на... Ну, блин, я надеюсь, что все-таки на Египет, а не на меня. Тут они как-то вот близко. Аэрокезт старокотку построил. Блин, турок второй по армии. Меня турк беспокоит. Инженерное дело. Немножко науку нашу притушим. А, серьёзно? Боробудур кто-то... А, блин, он в священном городе строится. Чёрт, я забыл. Да. Жаль. Наверное, бараки тогда. Блин, не хочется мне вырубать лес на это дело здесь. Давайте лучше тогда ферму пойду. Оставим, может, на какое чудо. Так, если следующим ходом чеченницу никто не строит, то она моя. давайте даже не инженерное дело, а гильдии откроем. Чтобы гильдию артистов. Если чеченница моя, то мне, соответственно, нужны... пророка хочет... Да, чеченица моя. Блин, мне надо дорогу в А2. Иначе я просто не успею, если турок решит на меня напасть. 40 тысяч у ирокез. Ну, вряд ли широкез на меня пойдет. 40 тысяч у него за счет таракотки. Точно ничего, кроме... Давайте, наверное, стены. Просто не хочется сейчас бараки достраивать, они будут жрать деньги на свое содержание, а армию я как бы пока не планирую строить. Поэтому давайте потерпим немножко. Так, я лидер по населению? Ну, я думаю, что это 201 тысяча у турка. А что я турка-то боюсь тогда? У него оказывается... У него с экономикой жопа. О! Он полностью... Ну, то есть, ну, хай нападает. Это неудивительно с его анкарой? Я думаю, что его Египет должен сносить. так, догоняй. догоняй. Например, захватывай. Ух ты! Так, ну, это вот уже, конечно, заявочка. Просто идем в арбалеты. Это я уже не могу терпеть. Конечно, я понимаю, что, возможно, у Вилона просто, ну, то есть, там какой-нибудь полуостров, вот этот город поставлен, и все. Ему делать больше нечего, но... извините. Выглядит это... Так, а сколько у меня рабочих? Мне нужны красители либо драгоценности. У кого-нибудь есть? красители у Швеции есть. Контр-предложение. Ну, ладно, давайте Стокгольм какой-то так себе. Там быканул. В итоге так, берем вот это, чтобы 20 было сверху у всех ГГшек. Я лидер по культуре в этой игре. Так, ну, пора дорогу строить, я думаю, в Адву. Так, ну, пора так, ну, гильдию артистов. Мне води с собой. Ладно, стены достроим. Наверное, начну барак дострою и начну уже метколуков строить, чтобы апнуть их в арбалеты. О, я тут Мачу-Пикчу могу. Давайте попробуем, а вдруг. Это единственный город, просто, где я могу Мачу-Пикчу строить. Мачу-Пикчу Художник. Ну, надо тут вырубать на на ферму, заодно, может, пойдет на гильдию художников. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я не очень понял, что он меня спросил. Он говорит, что его могут доказать с двух сторон Вавилон и Иракез. Говорит, что не против, если он нападет на Вавилон? Я пишу, что вообще-то я хочу его забрать. Очевидно, что я буду против. Ну, Вавилон точно я хочу себе. И это Иракез ливнул. Ну, 80 ходов продержался. Самую большую армию сделал и ливнул. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, в общем... Швед сейчас заберет компьютер на Войраке. Хотя в Войраке сейчас самая большая армия. Посмотрим. Надо постараться забрать. Ну, давайте я тут буду чекать турка. Ну, ни Непур, ни Дургари Галзу мне не нужны. Я чисто Вавилон хочу забрать. И тот, возможно, город. Вот эти два города точно мне не нужны. О, инженер. Так, тут обращаю Харар и бегу в Коломбо. Этим... В Адву. После Адву в Буэной Сарес. И этим... Кызил. Так, тут на открытую местность надо прокачивать. Подержим нашу интинг-инженера. Пока нечего. А, блин, тут уже закончился ход. А, тут будем, наверное, тогда коровок обрабатывать. Адву в Буэной Сарес. Поведу уже сюда Меткалука. Чтобы апать в арбалеты. Хотя я смогу апнуть только три. Тем не менее, все равно пускай будет. Начнем с Непура. Думаю... Вавилон, наверное, сразу сдастся. Сдастся. Ух ты. Крам Зевса построил Ирокез. Ну, коник, и чтоб захватывать город. Все, можно универы открыть. Так, дорогу. А, могу спокойно расписать, потому что сейчас исчезнет просто миссионер. Никто его там не убьет. Да, блин, что вы тут стоите? Дайте к козилу пробраться. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Нет, смотри. Борется, борется. Так. Сюда пойду. Или левит все-таки. Да, левит. Один раз обстрелял и думает, что-то не задалось. Но ему там, походу, каким-то образом швед испоганил игру. Уж не знаю как. Ну, блин, из-за этого мне сейчас катерба арбалета убьют. Потому что сейчас компьютер еще раз походит. Жалко, хороший арбалет был. Ну, швед пишет, что я думаю, что хост победил. То есть я. Ой. Это было... Это был быстрая победа, я думаю. Тоже можно выкладывать как один файл, да? Но это чисто показать, как выигрывать, когда у тебя соляной старт. Просто, ну... Что тут... Кто и что может поделать? Ну, в общем, вот такая игра. Веселенькая, фуфашками. Я радуюсь, что даже никто быстро не левал. Но они, очевидно, про... То есть вот швед зачем-то помешал Вавилону тут в каком-то месте. Я даже не знаю, за счет чего они воевали здесь. И, соответственно, Вавилон не мог сдерживать уже меня. То есть что бы ни получилось, я Вавилон бы забирал. А это за счет действий шведа произошло. Не потому что я прям... Я нормально развивался, но я вижу, что Вавилон тоже хорошее место. Он тоже мог красиво идти. Никакой турок. Я думаю, его бы забрал Египет. Я не знаю, что тут делал Ирокес. Почему он левнул. Но у него вроде выглядело все неплохо. И у него большая армия. Почему он решил не нападать на шведа и левнуть, тоже хрен знает. Но это вот такие случайные лобби. Все-таки я смог... Ну, место у меня очень странное. То есть стартовое офигительно. Дальше очень странно. Тут даже вот копия царя Соломона в Хараре. Не сказать, что он делает город хорошим. То есть тут мне мог помешать только Вавилон, если бы его не стопала Швеция. Ну, такая партия получилась. Спасибо, что посмотрели. На этом все. Играйте в умные игры. Слава Белоруссии. Живе Украина. Украина... Фу ты, блин. Россия будет свободной. Всем пока. Я Алексей Халецкий. Тот, кто сделал это видео. Лайк. Комментарий. Подписка. Возможно, суперспасибо. И спонсорство. Спасибо за поддержку. До следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok